Каким будет Алмазный край через пять лет? Сколько построят школы и детских садов? Появятся ли новые рабочие места и решатся ли проблемы региона? Эти вопросы обсудили на выездном заседании правительства Якутии в Мирненском районе. Итогом совещания стало принятие республиканской программы развития региона до 2022 года. О том, что вошло в документ, расскажут мои коллеги из Мирного. Где в районе построят школы и детсады, проложат дороги и протянут новые линии связи? Это предусматривает программа развития Алмазного края на пять лет. Члены республиканского правительства во главе с председателем Евгением Чекиным приняли стратегию развития региона до 2022 года. Сегодня вопрос о социально-экономическом развитии муниципального образования Мирненский район в республике Саха-Якутия. Мирненский район сегодня в тройке лидеров республики по добыче полезных ископаемых, обороту торговли и объему платных услуг населению. Регион будет развиваться и дальше. Власти рассчитывают и на помощь Алроса, и на приток инвестиций из вне бюджетных источников. По объему отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг у нас произошел рост 169 миллиардов до 243 миллиардов. И таким образом, по итогам 11 месяцев 2016 года, 28% валового республиканского продукта произведено на территории Мирненского района. Основные направления развития региона охарактеризовал зампред правительства Алексей Стручков. Регион слишком долго оставался без внимания республиканских властей. Между тем, давно пора возводить линии электропередач в села, развивать воно города региона и, главное, достроить федеральную трассу Вилюй. Прежде всего, хотел бы сказать, что представленный проект постановления правительства Республики Сахая-Кутя, он подготовлен с учетом значительной роли Мирненского района в социально-экономическом развитии Республики Сахая-Кутя и направлен на устойчивое социально-экономическое развитие района. Хотел бы также отметить, что на протяжении последних 15 лет решения правительства Республики Сахая-Кутя, которые были бы направлены на комплексное социально-экономическое развитие Мирненского района, не принимались. Принимались какие-то разовые решения, в том числе, связанные с проведением юбилейных мероприятий. И представленный проект постановления правительства, он как раз-таки убирает этот пробел. Разработка газовых месторождений в Тосюряхе, подъем сельского хозяйства и развитие среднего и малого предпринимательства – это лишь первые шаги в программе развития региона. Документ уже работает. И с каждым годом, как говорится в программе, жизнь Мирненского района будет меняться. Надеемся, в лучшую сторону.